Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим изучение темы скорость химических реакций. Но мы с вами сегодня разберем такое. Какие же факторы влияют на скорость химической реакции? Давайте подумаем такое. Первое. Если мы проведем реакцию горения, например, в воздухе, мы обычно так и делаем. А если эту же реакцию горения мы проведем, например, в чистом кислороде? Вы, наверное, поняли, что сразу вы ответили мне, что, естественно, реакция в чистом кислороде пройдет намного быстрее, то скорость этой реакции будет больше. Так почему же, ребята? Потому что там концентрации кислорода будет больше. Итак, первый фактор, который влияет на скорость химической реакции, ребята, это концентрация веществ, реагирующих веществ. Например, мы с вами напишем такую реакцию. Н2 плюс Х2 получается НХ3. Уравниваем эту реакцию. Уравняли. Теперь, значит, у нас есть реакция. Когда Н2 вступает в реакцию, Х2 образуется НХ3. Дело в том, что НХ3 может разложиться обратно на Н2, Х2. Здесь две реакции. От прямая и обратная. Вот каждой реакции, если мы начнем увеличить концентрацию азота, то, естественно, скорость будет увеличиваться. Вот эту зависимость концентрации от скорости выражается кинетическим уравнением. Кинетическое уравнение будет следующее. Для первой реакции записываю. Значит, прямая реакция – это прямая, ребята, это обратная. Равняется К. К – это постоянная величина скорости, умноженная на концентрацию азота и водорода. Ну, что нужно сделать, ребята? Концентрацию азота умножаем на концентрацию водорода, но возводим степень. Это степень то, что стоит перед водородом. Вот это называется кинетическое уравнение. Надо просто переумножить, и все. Вместо Н2 и Н2, ребята, можно записывать так тоже. СН2 умноженное на СХ2 в кубе. То есть это малярная концентрация. Соответствующий для обратной реакции это тоже будет следующим образом. К умноженное на НХ3. Только в какую степень, ребята, мы должны возвести? В 2. Я думаю, понятно, почему. Вот такая зависимость. Это кинетическое уравнение. Ну, постоянное. Она будет зависеть от природы вещества. Теперь это можно и графически тоже показывать зависимость. Какая будет зависимость графической концентрации от скорости? Естественно, это будет увеличиваться. У вас в учебнике есть эти графики. Вы можете обратить на них внимание. Какой же фактор еще влияет на скорость химической реакции? На скорость химической реакции оказывает влияние давление. Но давление будет влиять только в том случае, если это газы. Зависимость давления, как влияет давление на скорость, тоже прямая. Точно также можно записать место концентрации просто, ребята, давление. Ну, например, вот как в этом случае В прямое будет равняться К, умноженное на давление Н2, умноженное на давление Х2. Ну, возводим степень 3. Теперь, какие же еще факторы могут влиять на скорость химической реакции? Ребята, площадь соприкосновения. Ну, это для гетерогенной реакции. Чем больше площадь соприкосновения, тем скорость химической реакции будет больше. Соответственно, например, ребята, вы никогда не готовите кусок огромного мяса. Вы его разрезаете. Почему? Потому что чем меньше будет кусочки мяса, тем быстрее пойдет химическая реакция. Это зависимый скорость реакции от поверхности соприкосновения. Какой еще фактор оказывает влияние на скорость химической реакции? Ребята, катализатор. Катализатор – это вещество, которое ускоряет химическую реакцию. Поэтому, если в присутствии катализатора эта реакция идет, тогда, естественно, химическая реакция будет увеличиваться. Но дело в том, что есть такие химические реакции, которые надо не ускорять, а наоборот замедлять. Что же сделать здесь? Здесь роль играет замедлителя-ингибитор. Ингибитор – это те, которые замедляют скорость химической реакции. Ну, например, образуется ржавчина. Это же нежелательная реакция, поэтому его нужно замедлять. Какой еще фактор влияет? Вы, наверное, думаете, что температура. Естественно. При увеличении температуры скорость химических реакций будет расти. И вот это влияние имеет… Есть такой принцип. Называется принцип Вандгофа. По этому принципу при увеличении температуры на каждые 10 градусов скорость химической реакции увеличивается от 2 до 4 раз. Математическое выражение этого следующее. Скорость ВТ2 равняется ВТ1 умноженное гамма в степени Т2 минус Т1 поделить на 10. Вот теперь вы, наверное, поймете, почему, когда мы определяем скорость химической реакции, вместо буквы Т берем Тауль, потому что в химических реакциях на скорость влияет еще температура. Давайте разберем, что это такое. ВТ2 – это скорость реакции при температуре Т2, ВТ1 – это скорость химической реакции при температуре Т1, а Т2 минус Т1 – соответствующая температура. Теперь, если мы из этой формулы, ребята, можем вывести несколько других формул, по которым можно вычислять, производить вычисления. Вот, например, ВТ2 разделить на ВТ1 – вот такая формула. Это показывает, во сколько раз скорость химической реакции будет увеличиваться при увеличении температуры или же во сколько раз будет уменьшаться при уменьшении температуры. Итак, давайте повторим, что мы с вами прошли сегодня. Итак, на скорость химической реакции влияет концентрация реагирующих веществ, на скорость химической реакции в гомогенной влияет давление, на скорость химической реакции оказывает влияние катализатор, который ускоряет, и ингибитор, который замедляет, а также на скорость химической реакции оказывает влияние поверхность соприкосновения твердых веществ, если реакция идет с твердыми веществами. Чем больше поверхность соприкосновения, тем больше скорость химической реакции. И на скорость химической реакции оказывает влияние температура. Это вычисляется по принципу Вант-Гофа. Вот такие формулы. Вот сегодняшняя наша тема. Домашнее задание. Страница 134. Разберите, пожалуйста, параграф 29 и постарайтесь выполнить задание на странице 140. Спасибо за внимание. Здравствуйте, ребята. Тема сегодняшнего урока – кожа, строение и функции кожи. Кожа, ребята, самый большой по площади орган человеческого организма. Его площадь достигает от 1,5 до 2 квадратных метров, а масса доходит до 3 килограмм. Для чего нам кожа? Вы знаете, что кожа является своеобразным барьером, который защищает нас от воздействия факторов окружающей среды. На концу урока вы узнаете, что кожа выполняет еще много важных других функций. Для начала давайте познакомимся со строением кожи. Наша кожа достаточно сложная и состоит из слоев. Наружный верхний слой – это эпидермис. Под ним расположена, собственно, кожа или дерма. А под дермой находится третий слой – это подкожно-жировая клетчатка. Что такое эпидермис? Эпидермис. Как я сказала, это верхний слой кожи, который образован в многослойном эпителии. Здесь нет кровеносных сосудов. И большинство клеток мертвые. Верхние клеточки эпидермиса постоянно слущиваются, отшелушиваются. Вот, между прочим, ребятка, перхоть, которая образуется в вашей голове, это как раз-таки отмершие клеточки эпидермиса. Но живые клеточки есть. Живые клеточки имеются в самом нижнем слое. Именно они делятся и постоянно обновляют те отмершие клетки, которые покидают ваш организм. Но это не единственная функция. Дело в том, что там, внизу, в нижнем слое эпидермиса, среди этих живых клеточек, есть клеточки, которые содержат пигмент меланин. Зачем нам нужен этот меланин? Оказывается, от количества меланина зависит цвет вашей кожи. И оказывается, ультрафиолетовые лучи могут стимулировать выработку меланина, а вместе с тем выработать витамин D. Вы приобретаете загар. И вместе с этим вырабатывается в вашем теле витамин D. Под эпидермисом, как я сказала, расположен следующий слой кожи, который и является, собственно, кожей или дермой. Все клеточки этого слоя, они живые. Здесь есть железы, потовые и сальные. Здесь есть кровеносные сосуды, рецепторы, мышцы, поднимающие волос. Давайте немножко поговорим о производных кожи, которые находятся в дерме. Это потовые и сальные железы. На самом деле, несмотря на то, что они находятся в дерме, на самом деле они являются производными верхнего слоя, эпидермиса. Зачем нам нужны эти железы? Потовых желез на самом деле очень много. На площади 2 квадратных метров их насчитывается порядка 2 миллионов. Это трубчатые железы внешней секреции, которые постоянно выделяют пот. Зачем? Во-первых, так эти железы избавляют вас от ненужных продуктов обмена веществ. А во-вторых, в момент выделения пота происходит терморегуляция. Ваше тело избавляется от лишней энергии, лишнего тепла, и вы охлаждаетесь. Сальные железы. Продуктом сальных желез является кожное сало, которое вместе с потом образует небольшую пленку, защищающую ваше тело. Сало также придает здоровый блеск вашим волосам. Протоки сальных желез могут свободно открываться на поверхность тела, либо открываться волосяную луковицу. Что же такое волосяная луковица? Дело в том, что в дерме, как я сказала, есть еще и другие производные кожи, это волосы. Волосы имеют стержень и имеют корень, который находится в волосяной луковице. Как раз-таки сюда и открываются протоки сальных желез. К волосу подходят гладкие мышцы, которые могут поднимать и опускать волос. Производным кожи являются также и ногти. В начале урока мы говорили о том, что кожа выполняет барьерную функцию, но я обещала познакомить вас еще и с другими функциями. Вот, ребятки, смотрите, следующая функция. Кожа – орган терморегуляции. Мы знаем, что в дерме расположены кровеносные сосуды. Какое же они имеют отношение к терморегуляции? На самом деле, если жарко, то диаметр сосудов увеличивается, кровоток увеличивается, и теплоотдача организма увеличивается. Через кровеносные сосуды человек избавляется от лишнего тепла, и температура вашего тела опускается. Если, наоборот, холодно, то просвет сосудов сужается, кровоток приостанавливается, и тепло не удаляется больше наружу, оно, наоборот, перенаправляется внутрь вашего тела и защищает вас от переохлаждения. Кожа является также органом осязания. Почему? Да потому что здесь имеются различные рецепторы. Этих рецепторов очень много. На одном квадратном сантиметре кожи было установлено. Насчитывается более 200 рецепторов. Что это за рецепторы? Рецепторы, которые воспринимают давление, боль, тепло, прикосновение. Больше всего этих рецепторов, ребята, на кончиках ваших пальцев. Поэтому, если вы закрываете глаза и берете предмет, и начинаете его ощупывать. Чем вы ощупываете? Вы ощупываете кончиком ваших пальцев. То вы можете дать информацию об этом предмете. Вы можете сказать холодный или горячий, острый или мягкий этот предмет. Эти рецепторы очень хорошо развиты у людей, у которых нарушено зрение. Меньше всего рецепторов, конечно, расположено на ладони. Кроме того, что эти рецепторы дают нам информацию о предмете, они нас защищают. Ведь если я дотронусь до горячего предмета, я непременно уберу руку. Почему? Потому что мой импульс пройдет по рефлекторной дуге, и рабочий орган сработает, и я отдерну руку. А кто дал информацию? Что было первым звеном этого анализатора? Ну, конечно, рецепторы, которые расположены в коже. Под дермой расположена подкожно-жировая клетчатка. Зачем она нужна? Ну, во-первых, подкожно-жировая клетчатка, она состоит преимущественно из жировой ткани и выполняет несколько функций. Это и защитная функция, амортизатор для наших органов. Это и теплоизоляционная функция. Это и аккумулирующая функция, потому что здесь про запас могут накапливаться какие-то продукты, в том числе и жирорастворимые витамины. И при необходимости это источник энергии. Таким образом, ребята, мы сегодня познакомились с вами со строением кожи, узнали, из каких слоев она состоит. А также мы теперь знаем, что кожа у нас выполняет не только барьерную функцию, она также способствует выделению продуктов обмена веществ, она также участвует в терморегуляции, является органом осязания, и здесь же происходит синтез единственного витамина, который мы можем сами производить, синтез витамина D. На этом наш урок сегодня подошел к концу. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие ученики восьмого класса! На прошлом уроке мы с вами затронули тему типологии стран мира и развитые страны. Сегодня мы с вами продолжим эту тему и изучим развивающиеся страны. Основные аспекты, которые мы сегодня с вами затронем, это развивающиеся страны, новые индустриальные страны, минерально-сырьевые и аграрно-сырьевые страны. В мире со временем увеличивается различие в уровнях между странами. Но усиление этого процесса оказывает влияние расширение экономических связей и увеличение зависимости между странами. К развивающимся странам относятся свыше 150 стран мира, которые расположены в Азии, Латинской Америке и в Африке. Большинство этих стран в историческом прошлом были колониями развитых стран. До сих пор есть развивающиеся страны, экономика которых зависит от экономики развитых стран. Для этих стран характерны минерально-сырьевые и аграрно-сырьевые направленности в экономике. Посмотрим хозяйственный сектор развивающихся стран. Обратите внимание на слайд. Добыча и экспорт полезных ископаемых является основным сектором развития в развивающихся странах. Это минерально-сырьевые страны и выращивание сельскохозяйственных продукций и их экспорт в виде сырья. К таким странам мы относим аграрно-сырьевые страны. Развивающиеся страны значительно отличаются друг от друга, поэтому они подразделяются на следующие подгруппы. Первые из них образуют ключевые страны. Это Индия, Мексика, Бразилия, Китай, которые обладают очень мощным экономическим потенциалом. По объему ВВП входят в первую двадцатку стран мира. Однако по ВВП на душу населения стоят в одном ряду с развивающимися странами. Некоторые отрасли обрабатывающей промышленности производят продукции на основе высоких технологий. Следующая группа это нефтеэкспортирующие страны. В нефтеэкспортирующих странах благодаря притоку нефтедолларов душевое ВВП превышает 10-15 тысяч долларов. Это прежде всего страны, конечно же, Персидского залива, Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Оман и Бахрейн. К следующей группе относятся новые индустриальные страны. Новые индустриальные страны имеют отрасли мощной обрабатывающей промышленности, отличаются относительно высоким уровнем экономического развития. В 70-80-х годах XX века страны, расположенные в основном в Азии, занимали ведущее место по темпам социально-экономического развития. НИС за счет иностранных инвестиций, экспортирующейся технологии, относительно дешевой и квалифицированной рабочей силы, в последнее время производят наукоемкие промышленные товары. К ним относятся такие страны, как Индонезия, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Уругвай, Чили, Аргентина и другие. Иногда такие ключевые страны, как Индия, Мексика, Бразилия и Турция также относятся к НИС. Следующая подгруппа — это часть стран с переходной экономикой. Она недавно приобрела независимость, в некоторых изменилась политическая система. К странам этой подгруппы относятся бывшие существующие социалистические страны Восточной Европы и Азии. После урока, ребята, заполните таблицу, отражающую характерные особенности развивающихся стран. Давайте посмотрим промышленность, сфера обслуживания, население и занятость каждой страны. Обратите внимание на слайд. Перед вами контурная карта. Ваше следующее задание отметить на контурной карте мира название развивающихся стран. На сегодня все. Спасибо за внимание. До следующего раза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok